Друзья, всем привет! Вы на канале CryptoTeamCommunity, с вами Станислав и сегодня у нас первый обзор на новый амбассадорский проект под названием Project Hive. Ребята реально интересные, это файтинговая, но при этом карточная, пошаговая такая play to earn игра. Работает она на салане, выглядит она очень интересно, графика добротная и благодаря вот этой своей пошаговости она добавляет в вот этот самый файтинг такие интересные элементы неожиданности. Ну, в общем, все покажу в геймплее, посмотрите, увидите, сделаем общий обзор проекта, это будет целый цикл обзоров в этом плейлисте. Это видео у нас первое, поэтому поехали, давайте посмотрим, что нам приготовил данный проект. Я надеюсь, будет интересно и, конечно же, еще не поздно залететь в эту амбассадорку, сейчас я вам, собственно говоря, все и расскажу. Погнали! Итак, друзья, ну что ж, давайте перед тем, как мы с вами поговорим про амбассадорскую программу, мы посмотрим, собственно, на сам проект, на его сайт и, конечно же, посмотрим за теми, кто у нас стоит за проектом. Вот таким образом идет история, каким образом зародилась идея. Опытная команда из киберспортивной игровой индустрии создает новую виртуальную метавселенную под кодовым названием Project Hive. Везде сейчас метавселенные, везде это, но я видел, как ребята делают работу, это прям реально вызывает уважение. Немногие проекты так заморачиваются. И если бы большинство проектов старались вот на уровне Project Hive, пожалуй, тогда мы бы видели толковые с вами проекты, а не дрянь всякую по типу Decentraland, обзор на который, кстати, совсем скоро выйдет на нашем канале. Не забывайте подписываться. Итак, что из себя представляет геймплей? Играя бесплатно. Ну, нет, едва ли вы сможете играть бесплатно в этот проект. Насколько мне известно, вы, как минимум, должны быть холдером NFT-персонажа и уже потом начинать бесплатно играть. Но мы, конечно же, посмотрим, так ли это. Итак, сюжетная линия. Да, тут есть не только драки, то есть у вас не просто там какой-то Tekken 3, то есть вы ходите по определенным локациям, посредством своего вот такого прохождения вы встречаете каких-то соперников. Ну и у вас назревает конфликт. Приходите, видите, какой-то чувак стоит. И вы такой думаете, ладно, ну, надо, наверное, с ним подраться. Окей, погнали. Вот, ну и, собственно говоря, начинаете драться. И крупномасштабное ПВП, объединяйтесь с друзьями, повышайте свой ранг на арене, бла-бла-бла. В общем, это для того, собственно говоря, чтобы уже зарабатывать больше rewards, попасть в те самые рейтинги арены и, конечно же, друзья, заработать больше rewards. А rewards у нас является их токен, за который мы сейчас с вами поговорим. Вот такие у нас 4 архетипа предоставляются, это основные архетипы и, собственно говоря, классы, 22 класса, которые у нас можно будет создать на основе этих 4 архетипов. Каким образом будет это происходить? Значит, меняйте стиль игры на бегу, экипируйте разными видами оружия, чтобы получить разные классы и архетипы. Откройте для себя комбинации оружия, доспехов, атрибутов, навыков, в общем, все это, друзья, поможет сделать вашу игру интереснее и менять те самые классы. Отлично. Вот, собственно говоря, такой маленький демо-пример, то есть, вот смотрите, я начинаю сейчас одевать свой персонажа, вот это мне уже недоступно. Так, ну что ж, ага, вот у меня пестики, вот, смотрите, ну отлично, смотрите, какой парень. Теперь, если я один меч, допустим, хопа, все, история у нас уже совсем другая, мне уже нужно другой наряд и другое кимоно, смотрите, какая у меня штука. Так, ну, я думаю, достаточно, вот, собственно, в таком ключе это будет и происходить. Значит, идем дальше, NFT-аватары. Ограниченное количество, доступно только 3737 NFT-шек и больше никогда не будут доступны. Вот так вот, друзья. Уникальные эти NFT-шки, их можно обновлять до 3D, соответственно, вполне возможно, что потом их можно будет дороже продавать, а полезность их, друзья, она прямо сразу же и выявляется. Это стейкинг. Да, вы можете стейкать свои аватары прямо сейчас, купив их прямо сейчас, ценовой диапазон, он варьируется, они у нас разнообразные и отдельный обзор у нас уже готовится на эту тему. Мы с вами рассмотрим, насколько разными бывают эти аватары и, конечно же, мы с вами посмотрим, а стоит ли стейкать и сколько стоит застейкать. Забегая наперед, друзья, скажу, что я таки пару аватарчиков себе прикуплю. Тем более, limited edition, ничего себе. Итак, тут, в общем, можно кастомизировать ваши предметы. Клановые войны, популярные набирающие обороты гильдии. То есть, это можно, иными словами, объединяться в кланы. Ну и, соответственно, тоже будут специальные рейтинговые таблицы, можно будет с этого что-то поиметь. Дорожная карта очень удобная, люблю вот этот вот минимализм, когда все понятно. Так, окей, это мы делали тут, это мы делали там, вот так вот нажимаю на стрелочку и смотрю, что планирует команда. Выглядит красиво и выглядит привлекательно, друзья, то, что мы с вами находимся уже на этом этапе и у ребят все. Пожалуйста, вот официальная дата выпуска. Никаких вам планов на 2023 год. Вы посмотрите, просто посмотрите, ребят, сколько проектов. Да, вы сейчас скажете, не, ну ты амбассадор проекта, конечно, ты сейчас будешь нахваливать. Ребят, давайте объективно, сколько у нас проектов, которые сейчас уже играются. Вот вы можете зайти в них играть полноценно, а дорожная карта у них просто хер знает куда до 2024 года. Давайте пройдемся-ка по нашей дорожной карте. У ребят все четко и все понятно. И они, как мы видим, судя по тому, как себя чувствует проект на данный момент, и судя по тому, как я вижу в дискорде все срок в срок происходит, идут именно согласно своей дорожной карте и это уже вызывает уважение. Пойдемте дальше. Партнеры. Ну понятно, конечно же, все, что у нас связано с Соланой. Друзья, буду с вами сразу честен, я не особо разбираюсь пока что в величине каких-то компаний. Какие-то для меня, конечно, очевидно, какие-то нет. Но судя по тому, что говорили мои коллеги-амбассадоры из нашего комьюнити, партнеры здесь довольно-таки внушительные. Ну а про команду, друзья, конечно, я смогу рассказать вам чуть-чуть подробнее. Итак, посмотрите, какой мощный бэкграунд, друзья. Это ж просто огонь. Где ребята работали? Просто оцените, где ребята работали. И, естественно, они выходцы из, мы видим, игрового мира. У каждого там стопудово есть какая-то своя гильда. И, собственно говоря, что немаловажно, вы можете, пожалуйста, каждого чекнуть на линке Дыни. Ну а, собственно говоря, у руля команды стоят у нас вот эти ребята. Денис Кручинин, Константин Эйсимонт, Сергей Прозничнов и Игорь Вихнич. И, друзья, собственно, вот футер, в котором мы можем перейти на любую соцсеть, которая нам удобна для того, чтобы за этим проектом следить. Релиз на мобильных устройствах, в частности на Android, у нас произойдет в сентябре. Ну а поиграть на ПК можно уже сейчас. И давайте мы с вами посмотрим немножечко, как вообще выглядит игровой процесс. Я немножко прокомментирую. И как раз-таки вы поймете, почему этот файтинг немножко отличается от остальных файтингов, которые вообще, в принципе, вы играли ранее. Итак, давайте мы немножко начнем в нашем обзоре все-таки с некоторого ПВЕ режима. То есть, как видите, это не просто там тупо файтинг. То есть, вот человек ходит по какой-то там этой карте и находит каких-то соперников. Давайте я маленько звук приглушу. Так, ну тут, собственно, конфликт. Так, Вася, а что ты тут стоишь, собственно говоря, смотришь? Это мой пейзаж. Нет, я буду здесь стоять, потому что мне нравится тут стоять. Но у меня есть нож. Опа! Смотрите, как словил. Так, ну что ж. Этот соперник явно нам по зубам, друзья. Итак, ну и вот, вот нас обучают. Итак, дружище. У тебя есть время, чтобы выбрать себе протоколы. Протоколы, это типа файтинговые карты, друзья, перевожу на более простой язык. То есть, мы исключаем лишние протоколы, которые мы не планируем использовать в игре. Нажимаем Confirm. Потом выбираем еще другую категорию протоколов. То есть, защитные, атакующие и так далее. И вот у нас идет, так называемая, да, рулетка. То есть, типа, кто у нас будет первый атаковать? Наш враг или мы? Так, ну а теперь известный нам скам проект Пикастер напоминает о себе. Нужно выбрать атаки. То есть, у каждого из персонажей есть, допустим, да, вот три вида атак. То есть, и мы пошагово выбираем, окей, что там мы будем делать. Потом исключаем что-то и, допустим, дополняем это вот так вот. Окей, мы готовы. Уклончик. И тут парень уклонился. Так, первый ход был сделан, друзья. Дали в табло товарищу нашему. Кинули в него нож. Ну вот, собственно, и все. Раунд закончился. И так по кругу. То есть, выбираем поочередно карты. Ставим карты, проявляем определенную долю шахматного ума. И ставим наперед какие-то карты. Размышляем о том, когда нам лучше уклониться, когда нам лучше атаковать. И вот таким вот образом мы тыкаем на клавиши. Вот. Теперь давайте попробуем вот такую растасовочку карт. Получили мы в табло. Упустили вообще удар. Промахнулись. Господи, чувак нам... Ох, смотрите, как мы защитились. Потрясающе. Ну, блин, ребят, графика реально классная. Реально графика классная. И она не похожа на большинство файтингов. То есть, вот этот какой-то не свой мир, а своя атмосфера, друзья. Да, определенно своя атмосфера здесь есть в этой игре. Так, вот наш товарищ разминается. Уклончик хорошо сработал. Отличная защита. А тут парировал наш соперник. Все. То есть, ну, просто спарировали. Бывает и такое, друзья. Ну что ж, пора поатаковать, наверное. Давай что-то пахнем, дружище. Готовы. Ну что ж. Снова уклоняемся. Драздим нашего соперника. Получаем в табло. Получаем... Даем в табло в ответ, вернее. Чувак там что-то отразил. Короче, друзья. Процесс игровой понятен. Посредством ваших успехов и вашей предприимчивости вы либо выиграете, либо проиграете. Ну и пройдете дальше. Аналогичный режим, я думаю, будет присущ и PvP сражениям. Здесь же мы демонстрируем некий PvE режим. Так, ну что ж. Я думаю, здесь все понятно. Давайте будем переходить к амбассадорской программе. Итак, друзья. Чтобы попасть в амбассадорскую программу, вам нужно перейти в дискорд данного проекта. Вот наш дискорд. Перейти можно по прямой ссылочке с сайта Project Hive, либо же получить приглашение от кого-то из амбассадоров. Друзья, у меня такая ссылочка есть. Приглашение от амбассадора это всегда хорошо. Поэтому прыгаем по моей ссылочке и заходим. Заходим и читаем информацию. Значит, что вам нужно сделать? Вам нужно здесь, вот в этом вот длинном меню, найти вот такой раздел. Амбассадор хаб, амбагайд. И вот это сообщение. Ссылку напрямую на это сообщение я оставлю тоже в описании. Чтобы вы непосредственно попали куда надо. Вот вы попадаете на это сообщение и здесь вам рассказывают, когда, до которого числа у нас длится сезон набора амбассадоров. Пожалуйста, до 15-го числа сентября вы можете еще попасть в эту амбассадорскую программу. Вы будете участником розыгрыша вот этого 27-миллионного количества токенов AGT игровых. Выполняете задание для амбассадоров, получаете поинты. Вот. И, собственно говоря, расшифровка. Что же за поинты? AGT rewards равняются. Ваши сезонные очки, разделенные на все сезонные очки, помноженные на 100%, помноженные на количество токенов, которые у нас выделяются на аллокацию. И, собственно, вот будут это ваши rewards. Друзья, rewards, забегая наперед, скажу, что довольно неплохие. Я общаюсь с своим товарищем, который тоже является, как бы, таким блогером и амбассадором. Поэтому подписывайтесь на его канал. Его канал посвящен нодам, амбассадоркам и так далее. Ссылочку на его канал я оставлю в описании. Поэтому не забудьте влепить парню лайк. Он делает хорошую работу и он обозревает немножко другую сферу, не как мы. То есть мы больше play to earn и NFT, а Артем занимается обзорами именно на амбассадорки, ноды и тестнеты. Вот, собственно говоря, вы можете подписаться на мой и на его канал и получать полезную информацию из разных сфер и оттуда и оттуда, так сказать, выжимку. Итак, друзья, как же нам стать амбассадором? Значит, вот у нас список социальных сетей. Нам нужно с вами на эти социальные сети подписаться, сделать обязательно скриншоты, которые подтверждают факт вашей подписки. Обязательно старайтесь подписываться с одного аккаунта. Вот есть у вас один основной аккаунт. Желательно, конечно же, как амбассадор, это в том числе вам совет по амбассадорству, друзья. Вы должны вести свои все социальные сети в идеальном состоянии. Все должно быть плюс-минус по возможности одинаково подписано. Это упростит и авторизацию модераторам, и внешне, конечно же, ваши социальные сети будут выглядеть, ну, как бы достойно. Вот, поэтому старайтесь все делать с одного аккаунта. Не пудрите голову разработчикам. А здесь я подписался так, а здесь я подписался этак. Ребят, оформите красиво свои социальные сети, это поможет вам в любой амбассадорской программе. Сделайте скриншоты того, как вы подписались на этот перечень соцсетей. Вот он, перечень наших соцсетей. После чего заходим мы с вами в First Task. Вот она, ссылочка есть. Пожалуйста, нажимаем. И вы можете видеть... Сейчас давайте пролистаем немножко вниз. И вы можете видеть, как люди выкладывают тоже скриншоты. То есть каждый день кто-то доподписывается, кто-то здесь допоявляется. Давайте я попробую найти себя. Я наверняка же тоже что-то сюда отправлял. Я же амбассадор или где? Да, видите, я уже выполнил кое-какие задания. И я, конечно же, приложил скриншоты. Ну вот. Давайте посмотрим. Да, вот таким вот образом. То есть да, чтобы не напрягать людей. Видите, все у меня с одного аккаунта. Все у меня в одном стиле, в одном формате. Везде у меня даже одна аватарочка. То есть да, повышает мою узнаваемость. Супер. Вот такие скриншоты отправили, сделали все красиво. И ожидаем ответ. Если вы будете успешно приняты на амбассадорскую программу, а вы 100% будете приняты, если ваши соцсети хоть как-то ведутся и сделаны были не вчера, то у вас появится вот такая отдельная ссылочка в вашем соушелс. Отдельная ссылочка с вашим именем, где вы сможете отправлять отчеты о работе в социальных сетях. Ну а остальные отчеты о проделанной работе, будь то видеоролики, статьи, либо что-либо другое, вы можете отправлять вот сюда. Сейчас я вам покажу. Да, пожалуйста. Вот здесь чуть ниже вы видите артикли, видеоролики, трипл-твиты, твиттер-сирс и так далее. В общем, для каждого типа публикации есть свой специальный раздел, поэтому не путайтесь сами, не путайте модераторов, отправляйте все красиво. И обязательно следуйте ограничениям, не забудьте, что есть вот этот важный момент, друзья. Давайте вернемся сюда и кое-что посмотрим. Собственно, здесь описано задание, которое вы должны будете выполнять, чтобы потом получить те самые поинты, которые вы сможете обменять на токены HGT. Обратите внимание на определенные ограничения. Практически каждый тип задачи имеет ограничение трех штук в неделю. То есть не больше трех видео в неделю, не больше трех статей в неделю, не больше трех трипл-твитов и так далее. Друзья, в обязательнейшем порядке не забывайте указывать must-have хэштеги, не забывайте указывать отсылку в твиттере, если вы что-то публикуете на проект, не забывайте указывать сайт. Под каждым видео все официальные ссылки. Чем больше вы официальных ссылок на проект укажете, тем лучше для вас. Не перегибайте, не надо прям писать что-то лишнее. Ключевые, ключевые информационные ссылки, где посетители ваших статей, видеороликов и твитов смогут почитать больше о проекте. Тем самым вы приносите пользу Project Hive, тем самым вы становитесь полезным, по-настоящему полезным амбассадором и будете получать больше rewards. Что ж, друзья, я думаю, мы более или менее разобрались. Так, друзья, ну что, как вам такой проект? В последнее время я редко хвалю какие проекты, потому что все они как под копирку одинаковые, либо слизаны с какой-то другой игры. Этот проект хоть и имеет элементы известных всем игр файтингов, но тем не менее имеет в себе такую определенную пошаговую стратегию. То есть это у нас вроде как файтинг-стратегия, не знаю, называйте как угодно. В любом случае, сегодня мы больше говорили про амбассадорскую программу. Влететь в нее можно и нужно. Релиз игры назначен у нас на ближайшее время, это будет в сентябре. Запустится она на мобильных устройствах, поэтому не пропустите. Подписывайтесь на наши социальные сети и наш ютубчик, наш телеграмчик, чтобы быть в курсе событий по данному проекту. Ну, а вам хорошего настроения и остаемся на связи. Пока! Редактор субтитров А.Семкин